Всем привет! Я Адриана и сегодня я хочу вам рассказать о толстянке, красуле или же денежном дереве. Все эти три названия принадлежат вот этому роскошному растению. Ему уже 8 лет и, несмотря на столь солидный возраст, оно в отличной форме. Толстянка очень распространенное растение в коллекциях цветоводов, поэтому ее можно без проблем приобрести в цветочных магазинах или же в торговых центрах. В первую очередь при покупке осмотрите растение. Оно должно быть здоровым. Обязательно обратите внимание на грунт. Не должно быть следов гнили и плесени. Листочки должны быть равномерно зеленые, без признаков вредителей. Ухаживать за толстянкой совершенно несложно. Уход заключается в умеренном поливе, в хорошем освещении, в периодических подкормках и своевременной стрижке и формировании кроны. И на последнем я хотела бы остановиться поподробнее. Если вы хотите сформировать такое же деревце, то начинать нужно с маленького растения. Для этого нужно вооружиться острым секатором и сформируем наш кустик в изящное деревце. Для начала убираем все листочки со ствола. Все боковые веточки тоже убираем. Так, уже у нашей толстянки вид маленького деревца. Но еще нам нужно сформировать крону. Нам нужно укоротить все веточки. Ненамного. Тем самым мы стимулируем дополнительное ветвление. На этом все. Закрываем передачу. На этом все. На этом этапе все. Ставим растение там, где оно было на подоконнике. Продолжаем ухаживать, как ухаживали ранее. До следующей стрижки. Как же формировать уже взрослое растение? Нам нужно обязательно периодически укорачивать веточки. Это стимулирует дополнительное ветвление. Так же, как и деревья в саду, нам нужно освободить крону от веточек, которые растут вовнутрь. Иначе они будут мешать другим веточкам. Так же, если на кроне присутствуют сухие веточки, то тоже их срезаем. Все, что мы срезали, можно укоренить. Для этого возьмем горшочек. Насыпаем немного дренаж. Толстянка не переносит переувлажнение почвы, поэтому дренаж обязателен. Грунт я беру для суккулентов и кактусов. Он уже полностью готовый. Все ингредиенты в нужной пропорции. Производитель уже постарался. Нам ничего не нужно придумывать. Немного увлажняем. Ждем, пока вода уйдет. И теперь во влажный грунт просто устанавливаем наш черенок. В скором времени из него вырастет такое же красивое дерево. Листочки, которые мы сняли со ствола, мы можем прикопать рядом со стволом. А когда они укоренятся, рассадим в отдельные горшочки. Размещать толстянку нужно на хорошо освещенном подоконнике. Желательно с юго-восточной стороны, но ни в коем случае не на палящем солнце. Если освещения не будет хватать, то веточки будут вытягиваться. Весточки будут слабые, и в скором времени растение зачахнет. В летнюю жару толстянку поливаем умеренными порциями два раза в неделю. При обычной температуре один раз в неделю. А зимой один раз в 20-30 дней. Также периодически нужно вносить удобрения для суккулентов и кактусов. Но внимательно читайте аннотацию, чтобы не сжечь корни растения. Лучше не докормить растения, чем перекормить. Сегодня я вам рассказала о толстянке. Как видите, ухаживать за ней совершенно не сложно, а наблюдать за ее ростом очень интересно. Надеюсь, я вдохновила вас на приобретение такого растения. И в скором времени оно появится и в вашем доме.